Понятие «пространство внимания» было введено Рэндалом Коллинзом для того, чтобы описать поле зрения интеллектуала, охватывающего работу каких-то других интеллектуалов. Возможно, самая тщательно соблюдаемая норма науки — это норма, которая требует следить за важной работой в своей области. Смысл жизни ученых зависит от того, чтобы все следовали этой норме. Наука похожа на Арнодовский полюс в том смысле, что она постоянно рассказывает свою собственную историю. Мы учимся на историях о великих ученых, мы знаем, что каждый из нас вписывает туда страницу, может быть, не самую славную страницу, не ту, которая написана большими буквами, с которой книга начинается, но хоть какую-то страницу. Пока мы все играем по правилам, труд каждого из нас не пропадает зря. Но для этого надо, чтобы все крыли по правилам, а правило подразумевает, что каждый следит за работой всех остальных. С того момента, когда мы выпустим из поля своего зрения коллег, которые работают в похожей области, мы скорее всего начнем дублировать результаты друг друга, а это значит, что вклад каждого из нас больше не будет уникальным. Это не будет какой-то кирпичик, на котором написано наше имя, а это будет что-то гораздо меньше или вообще совсем ничего. В этом смысле то, что ученые настолько озабочены кумулятивностью, уникальностью своего вклада, связано с тем, что это самое важное вознаграждение, что не делать так, значит потерять самое важное вознаграждение, которое наука вообще может дать. Может быть, один из самых больших поводов для паники для ученого больше, чем риск не получить пожизненный контракт, это открыть статью, опубликованную некоторое время назад и обнаружить там все свои любимые идеи. Чтобы этого не произошло, как способ обезопасить себя, нужно следить за важными работами в своей области, но хотя это просто сказать, это гораздо сложнее осуществить. И по техническим причинам, и по идеологическим, поскольку что такое важный и что такое своя область, это повод бесконечного определения и переопределения. Совсем бегло исторически мы можем сказать, что наши представления о своей области очень сильно меняются от академической системы к другой, от одного десятилетия к другому. В Советском Союзе считалось, что есть некая супернаука, за развитием, в которой должны следить все и в которой должны разбираться все. Марксистско-ленинская философия и что без нее совершенно невозможно ничего понять в физике, например. Удивительным образом некоторое количество первосортных физиков вполне разделяли это убеждение, были искренними марксистами или психологов, как, например, Выгодский. А, по крайней мере, до 50-х годов это была вполне возможная точка зрения. В других системах предполагается, что каждая наука существует сама по себе. Иерархия наук выстраивается потому, как считается, что ученые в какой-то области должны получить хотя бы какую-то подготовку в другой области, но не наоборот. Можно стать математиком и не знать совершенно ничего о социологии и экономике. Но экономистам и все в большей степени социологам нельзя стать, не зная хотя бы чего-то о математике, и желательно, чтобы получить хорошую работу, знать довольно много. А иерархия наук, таким образом определяемая и переопределяемая, она изменчивая вещь. И разные группы в науке даже в один и тот же момент времени могут иметь разные точки зрения на эту иерархию и иногда весьма решительно сталкиваться друг с другом на тему того, куда это внимание должно быть обращено в первую очередь. Разные дисциплины иногда находятся в состоянии войны, с каждой из которых требующей от других больше знания и больше почтения в своем отношении. Но то, что происходит на уровне дисциплины, это еще сравнительно простая и мирная картина по сравнению с тем, что происходит на уровне конкретных индивидов. С одной стороны, то, что мы направляем свое внимание каким-то образом, определяется нашей потребностью в поддержании стиля, смысла своего академического существования. Но с другой стороны, это распределение внимания, это подтверждение своего членства в дисциплине, к которому могут люди стремиться и по разным другим, в том числе, вполне меркантильным мотивам. И, наконец, процесс распределения внимания, это процесс распределения статуса, поскольку, когда мы обращаем свое внимание на что-то, мы тем самым говорим не только о том, что мы считаем это важным, но и о том, что чья-то работа внесла вклад, который кажется нам существенным. Распределение и перераспределение статуса происходит путем распределения и перераспределения внимания. Сами наши слова, с помощью которых мы описываем важность и научные заслуги, и слова, которыми мы описываем известность, в каком-то роде синонимичны. Мы говорим о ученом, что он важный, внесший существенный вклад и знаменитый, как если бы было синонимами, но знаменитый означает, что много кто о нем знает или признанный, а внесший важный вклад означает, что сделал важную работу. Но мы не различаем эти вещи на бытовом уровне. И в этом смысле раздача статуса, поддержание своего статуса членства в дисциплине, и получение информации — это неразрывно переплетенные процессы. Соображения, которыми люди руководствуются на одном уровне здесь, всегда переходят соображения, которыми руководствуются на другом уровне. Отдельные группы могут воевать друг с другом, пытаясь изолировать потенциальную аудиторию от осведомленности о том, что какая-то работа была сделана их конкурентами. И иногда такая борьба принимает весьма неприглядные формы, когда некоторые группы просто изолируют своих аспирантов, своих учеников по возможности внешний мир от получения какой бы то ни было информации о работе конкурирующей группы. А в социальных науках, отличающихся меньшим консенсусом, такого рода войны особенно выразительны, как, например, в социологии, когда есть альтернативная группа с альтернативными пантеонами классиков, уверяющие своих ассистентов, аспирантов и студентов, что про чужих классиков им не знать лучше вообще совершенно ничего, потому что все важные классики — это те интеллектуальными наследниками, которых мы являемся. И в этом смысле процесс циркуляции и распределения внимания, процесс, с помощью которых люди подчеркивают, подтверждают свое членство в дисциплине, и процесс, с помощью которых они конструируют статус в ней, это неразрывно связанные вещи. Самые почетные отличия — это отличия, которые подразумевают, что вы способны привлечь много внимания, и другие люди готовы поставить на это свою собственную репутацию. Приглашение принарным докладчикам на большую конференцию означает, что оргкомитет конференции, по определению признанные ученые, предполагают, что другие люди согласятся вас два часа послушать, или хотя бы час послушать, ну или хотя бы полчаса послушать, даже 15 минут прекрасно послушать, и не спросят, а почему они пригласили этого зануду, отставшего от жизни или старого маразматика. Самый ценный акт признания — это акт признания, который подтверждается тем, что кто-то поставил на вашу способность быть интересным для других, свою собственную репутацию. Возвращаясь к тому, что я рассказал минуту назад, с самого начала научная карьера или процесс подтверждения членства в научном сообществе — это процесс подтверждения того, что мы знаем правильные вещи, мы знаем правильную информацию и, возможно, иногда не знаем неправильной информации. Студент-социолог, возвращаясь к социологам, как наиболее известным мне натуре, не имеет никаких шансов стать аспирантом-социологом, а тем более ученым-социологом, если не знает о Вебере. Иногда также лучше ничего не знать о социобиологии, но если знать о социобиологии все-таки можно, хотя лучше это иногда вуалировать или, по крайней мере, простраивать какую-то дистанцию, то вот не знать о Вебере — это раз и навсегда черная карточка. Совершенно невозможно не держать Вебера в вашем поле зрения или не держать поле зрения в каком-то важном журнале, в котором публикуются последние новинки, а читать маловажный журнал. В том, чтобы читать маловажный журнал, нет ничего особенно плохого, но вот то, что вы не читаете важное, а читаете маловажное, означает, что как ученым вы не состоялись, потому что не знаете, откуда происходят самые важные новости, самые важные известия. То же самое будет касаться людей по мере того, как они растут, поскольку мы все время делаем какого-то доставки и своим выбором сообщаем другим. Мы предполагаем, что это важный источник, мы предполагаем, что это важная идея. Наука похожа на рекомендательную систему, в которой рекомендация рекомендует рекомендателя. Когда вы рекомендуете что-то такое, что за вами отлайкают или прокомендует много людей, вы тем самым подтверждаете, что вы один из тех, кто чувствует пульт жизни. Когда вы делитесь чем-то, а никто не ставит там свою пометку, в этом смысле наука была похожа на социальную сеть. Вы столетите до того, как изобрели социальную сеть. Ученые все время делятся друг с другом информацией, указывают куда-то пальцем и говорят, что считают, что это важно. Если никто не поддерживает их, не отмечается, как тоже считающие, что это важно, чувствуют, что из-под ног у них ушла почва. Или они потеряли связь с аудиторией, или они потеряли какую-то хватку и ощущение интеллектуального пульса. И что хуже всего, это произошло на глазах других людей, потому что все стали свидетелями такого провала. В принципе, один из самых сильных, даже в отсутствии всяких дурных агрессивных намерений, один из самых сильных факторов, который влечет за собой изоляцию дисциплины, является потребность безопасности, которая с всего этого происходит. Надежнее всего знать тех, кого знают те, к кому вы обращаетесь. поскольку то, что они знают, они точно знают и обратят ваше внимание, если вы не знаете этого. А того, чего они не знают, они, скорее всего, не поставят вам упрек, что и вы этого не знаете. Поскольку никто не способен держать все интеллектуальное поле в своем поле зрения, наука естественным образом разбивается на какие-то подразделения или подгруппы, внутри которых иногда несколько подозрительно подглядывают на тех, кто пытается резко раздвинуть границы, потому что, когда вы говорите, что настоящие важные вещи происходят там, вы тем самым говорите, а вы-то и не знали, а вы-то и не уследили. А опять же, в некоторых социально-научных дисциплинах мы легче всего можем найти вот такие замыкающиеся на себе пузыри, в которых люди устремлены вовнутрь и, кажется, наказывают друг друга за слишком резкие попытки выглянуть наружу. Понятно, что для социальных наук проблема особенно велика из-за границы, например, с литературой или с массовой культурой, а социологам надо убеждать себя, что они прочитали все важное, когда прочитали «Социологию семьи», и можно не читать, например, Льва Толстого на этот счет, потому что если Лев Толстой попадет в канон, то границы раздвинутся куда-то, и нам придется читать всю мировую литературу. В случае с социологией убедить себя, что Лев Толстой знал о семейной жизни меньше, чем, например, Дюргейм, не всегда просто. А эта система постоянно изменяется. Она изменяется, несмотря на заложенные в ней механизмы стабилизации, из-за того, что происходят новые вещи, из-за того, что кто-то все-таки обращает внимание, а остальным приходится смотреть туда же, из-за того, что разные группы со своими пузырями сталкиваются друг с другом или сливаются, или одна из них выталкивает друг друга из науки, из-за того, что меняются сами каналы распространения информации. Я говорил о двух параллельных процессах, о том, как информация распространяется, и о том, как люди признают, что они эту информацию получили и сочли важной и достойной. Они не совсем разделимы друг с другом, но они не совсем тождественны. Можно утверждать, что прочитал Вебера, если никогда его не открывал, и даже довольно успешно притворяться читавшим. Можно прочитать Вебера и попробовать присвоить себе его идеи, если это не Вебер или обращаешься они к социологам, можно даже сойти с рук, хотя по понятным причинам эти преступления, если они выплыли наружу, караются даже более сурово, чем то, что не знаешь Вебера вовсе. Можно получать информацию, но не признаваться, что ее получил, хотя бы для собственного употребления, чтобы следить за конкурентами. И в этом смысле сами по себе инфраструктура и каналы распределения информации изменения в них способны сильно изменить динамику науки. Появление новых форм коммуникации, например, тех, которые связаны с архивами припринтов, очень сильно могут изменить алгоритмы поиска, очень сильно изменить то, какая информация попадает куда, и в каком-то смысле создавать странную ситуацию, которую многие дисциплины переживают сегодня. Традиционной формой циркуляции информации и сертификации признания и вклада были публикацией в журналах. Журналы появились в 17 веке и благополучно посуществовали до 21, потому что они выполняли двойственную функцию. Они собирали какие-то новости, они распределяли информацию, и за счет того, что редколлегия или редактор ставили на конкретных авторов, они тем самым выдавали рекомендацию, которую можно было использовать, например, при академическом продвижении. Но с появлением архивов приплинтов и шире интернета появились каналы, которые позволяют доносить новости гораздо быстрее. Но донося новости, они тем самым не сертифицируют автоматически качество или не выдают рекомендацию. В результате во многих дисциплинах мы находим парадоксальную ситуацию, когда реальная информация циркулирует через конференции архива приплинтов, к моменту, когда она опубликована в главном дисциплинарном журнале, все, кто был заинтересован, ее уже получили, переварили и, возможно, произвели на ее основе следующую информацию. Но статья по-прежнему выходит в журнале не для того, чтобы поделиться с кем-то новостями, а для того, чтобы воздвигнуть над хорошей идеей, подобающей надгробие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok